Кинотеатры «Искра» состоялись публичные слушания по внесению изменений и дополнений в устав Ленинского района. Поправки необходимо было внести в связи с изменениями в 131-м федеральном законе, которые были приняты в начале лета. Речь идет о новом порядке формирования органов местного самоуправления в Ленинском районе. Новый порядок формирования местной власти в Ленинском районе, принятый Московской областной думой, предусматривает отмену прямых выборов главы путем голосования граждан. Глава района будет выбираться из состава Совета депутатов муниципалитета. При этом вводится новая должность руководителя администрации. В связи с чем изменились и полномочия главы района. Глава района в первую очередь является лицом Ленинского района, представляет Ленинский район в отношениях с государственными органами, с другими органами местного самоуправления, с другими муниципальными образованиями. И пользуется всей полнотой своих полномочий в рамках этих задач, которые перед ним стоят. Таким образом, глава района осуществляет функции контрольно-представительского характера и председателя Совета депутатов. Что касается руководителя администрации Ленинского района, то он управляет органами местного самоуправления. Перед ним стоит широкий круг задач. По текущему управлению хозяйством муниципалитета, бюджетом, имуществом. Распределение функций и обязанностей между главой района и руководителем администрации вызвало широкое обсуждение на публичных слушаниях. Что может получиться? Что все чаяния и надежды избирателей, жителей будут обращены к главе района, а исполнять и функции административного регулирования, ведь будут у руководителя администрации. И вот чтобы в этой части, в этом порядке, работа этих двух должностных лиц, если будет принят новый порядок формирования местной власти, был бы четко, конкретно прописан и согласован. Чтобы не было таких ситуаций, когда на обращение жителей было равнодушие, было безразличие, была некомпетентность со стороны уже теперь двойственной системы управления. Изменения в 131-м федеральном законе касаются не только выборов в органы местного самоуправления, но и полномочий районов и поселений. Часть существующих полномочий будет передана на уровень области. Немножко не понимаем, каким образом, во-первых, будет применяться в части, касающейся бюджетного законодательства, в части, касающейся взаимоотношений между областью, районами и поселениями. Вот это для нас проблема. Но я думаю, что катастрофы никакой не произойдет. Почему? Потому что история подсказывает, что потихонечку это будет все выстроено. И самое главное, чтобы жизнедеятельность в Ленинском муниципальном районе не останавливалась. И те перспективы, которые мы показываем из года в год, они, конечно же, и в дальнейшем продолжались. В ходе публичных слушаний у присутствующих была возможность задать вопросы и внести некоторые уточнения. Доработанный проект будет рассмотрен Советом депутатов Ленинского района на ближайшем заседании. Добавим, что новый порядок формирования органов местного самоуправления вступает в силу после истечения полномочий действующего главы Ленинского района. Продолжение следует...